Терренс Хилл и Эрнест Боргнайн в фильме «Суперполицейский». В фильме также снимались Джоан Дру, Марк Лоуренс, Джули Гордон, Али Сэндман, Сэл Баргезе, Вуди Вудбери, Доуст Аут. А также Кэрп Голдштейн, Сэр Джо Смаччи, Дон Себастьян, Клаудио Руфини, Джек Макдермот, Чарльз Ди Томас, Чарльз Бьюи, Бобби Гейл, Бен Тейлор, Флоренс МакГи. Автор сценария Сэрджо Корбуччи Саботина Чуфини. Производство Транссинематова Инкорпорейтед. Композитор Микеланджело Кармела Лобьонда. Оператор Сильвана Ипполитти. Продюсер Виторио Гальяно. Режиссер Сэрджо Корбуччи. Примерно через 15 минут бывший полицейский Дэнни Дэйв Спит пройдет через последнее испытание. В четвертый раз штат пытается привести смертельный приговор в исполнение. Его казнят за убийство его друга и коллеги, офицера, старшего по чину, сержанту Уилли Данлопа. Впервые за всю историю нашей страны человеку удалось выжить три раза во время казни. В первый раз это была газовая камера, но Дэнни дышал цианидом, будто это чистый горный воздух. Во второй раз попытались привести приговор в исполнение через повешение. Но когда Дэйва повесили, веревка, как вы сами догадались, порвалась. Потом его решили расстрелять, но ни одна пуля его даже не поцарапала. Как же он справится с электрическим стулом? Хотел бы я посмотреть, как этот сукин сын из него выберется. Все, его поджарят. Да? Сейчас. Босс, это вас. Привет, Роузи. Все устроено. Не волнуйся, на этот раз все получится. Давай, я еще позвоню. Ужасно. За всем этим стоит мафия. Спросите моего мужа. Он все знает. Да, Леопольд? Леопольд отказывается говорить. Он так расстроен. Он против смертной казни. А вы, сэр, что скажете? Не хотел бы я быть на его месте. Ему сейчас не сладко. Простите, сегодня никаких посетителей. Сам губернатор подписал мне разрешение. Мне плевать, хоть сам президент. Начальник сказал, никаких посетителей. Вы что, меня не узнаете? Я Роузи Лабуш. Мы с приговоренным были близки. Очень близки. Да будь вы сами приговорены, я бы вас не впустил. Но вы хотя бы можете передать ему эти цветы? Может, вы поставите их перед электрическим стулом, чтобы он их видел? Хочу, чтобы Дэвид думал обо мне, когда они опустят рубильник. Я посмотрю, что можно сделать. Вы так добры. Спасибо вам огромное. Привет, Джошуа. Дэйв, это уже 14-я тарелка фасоли. Не хочешь что-нибудь выпить? Знаешь, если хочешь, тебе могут дать шампанское. Шампанское? От него газы. Может, хочешь еще что-нибудь? Принеси еще фасоли. Еще фасоли? Да, только на этот раз фасоль зуки. Фасоль зуки? Впервые слышу, но я попрошу повара, он поищет. Отлично. Это мне на обед. На обед? Эй, это за тобой. Да? К обеду тебя уже самого хорошо прожарят. Сержант, ну вот опять. Сын мой, можешь не исповедоваться. Я уже отпустил тебе все прегрешения позавчера, когда тебя вели на казнь. А как же... Чревоугодие, святой отец? Я прощаю тебя, Дэйв. Идем, сын мой. Офицеры полиции Спит и Данлап задержали банду преступников. Когда это началось, я не думал, что все так закончится. Я только что закончил полицейскую академию, и мне дали мое первое задание. Кажется, это было только вчера. Как вы знаете, красный плутоний снова войдет в атмосферу Земли, и упадет всей тяжестью точно по всем расчетам на заранее известную точку на карте Земли. Все это нужно, чтобы проверить секретное устройство, которое будет искать минералы под поверхностью Луны. Итак, джентльмены, место, где будет проводиться этот эксперимент, называется Криктаун, или, как говорят индейцы, Попуак. Жители городка оказались настоящими патриотами, верными американцами. Они здесь, чтобы увидеть этот исторический момент. Сержант Донлап отправил меня в Криктаун собрать плату за неоплаченные счета за парковку. Так как деревня была посреди болота, мне пришлось оставить машину на суше. Я решил, несмотря ни на что, выполнить свое задание. Главное управление. Вызываем офицера Спида. Главное управление. Вызываем офицера Спида. Офицер Спид, ответьте. Сержант Донлап вызывает офицера Спида. Офицер Спид, вы меня слышите? Очень умно, сержант. Отправить его в глушь в Криктаун в тот самый день, когда НАСА проводит свои секретные эксперименты. Очень умно. Шеф, откуда мне было знать? Вы же сами сказали, что это секретно. Скажите, что бы случилось с жителями Попок или Криктаун, если бы их не эвакуировали? Может быть, ничего. Взрыв красного плутоня произойдет на поверхности Земли. Безопасные красные омега-лучи произведут рентген всего, что находится под землей. Только и всего. Мистер Джим Аполлака? Мистер Джим Аполлака? Есть кто-нибудь дома? Офицер Спид вызывает участок. Сержант Данлап. Это Дэйв. Я в Криктауне. Это он, он. Здесь никого нет. Он на короткой волне. Мы слышим его, но он нас не слышит. Похоже, все ушли. Бесполезно. Спид, тупой ты новичок. Сейчас же возвращайся. Ты погибнешь. Назад, сюда, в участок. Ты меня слышишь? Это срочно. Слушайте, тут так тихо. Знаете, сержант, я зайду в его жилище и прикреплю квитанцию на столб. Все системы готовы. Задание выполнено. Конец связи. Эй, дружище, привет. Может, ты уйдешь? Уходи. Кыш. Кыш. Брысь, брысь. Брысь, брысь. Бедняга. Он был самый молодой среди нас. Он погиб при исполнении. Собирал плату за парковку. Бедный парень. Не познавато ли для сожалений? Вот что я скажу. Если это вас так беспокоит, я в праве снять с вас эту ответственность, офицер Данлап. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте, сержант! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это сержант. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я не мог в это поверить. Я вернул люк на место всего лишь одной мыслью. Вот тогда я и понял, что со мной произошло нечто потрясающее и невероятное. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Во-первых, не вздумай рассказать это шефу. Лучше скажи, что ты вообще не был в Криктауне. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, я был там, сержант. Тогда как-то не заметил, что взорвалась эта штука. Я видел. Был сильный взрыв. Я думал, это пузырь от моей жвачки. Что? Слушай, только не начинай. Никто не мог выжить при таком взрыве. А почему вы так злитесь? Вы что, не рады, что я жив? А чего ты хотел? Ты был рядом с атомным взрывом. Ты должен был умереть. Говорю же вам, сержант. Все стало ярко-красным. Потом какой-то гул. А потом я очнулся на куче песка. На куче песка. Даже мне. Прекрати. Это не по уставу. От этого у меня урчит в животе. Как это? Терпеть не могу, когда жрет жвачку и надувают из нее пузыри. Куже ничего быть не может. Простите. Как ты мог это сделать, тупица? Простите, сержант. Не обижайтесь, ладно? Я фанат Роузи Лабуш. Видел все ее фильмы, даже не мы. Какие еще не мои фильмы? Она слишком молода для этого. Рядом с ней Шерри Лед и Фара Фосетт просто пара простушек. Вижу вы от нее без ума, сержант. Конечно, я ее обожаю. И не стыжусь этого. Я тебе рассказывал, как я держал ее на руках? Это было давно. В Голливуде. Я был каскадером в одном из ее фильмов. О, боже. Этого я никогда не забуду. Осторожно, сержант! Что ты орешь? Ты хочешь убить нас? Я не хочу, чтобы мы врезались в слонов. Каких слонов? Вот в этих. Как ты узнал, что перед нами пройдут слоны? Я их не видел. Значит, и ты не видел? Не знаю. Наверное, интуиция. Неужели? А кто сейчас пройдет перед нами? Ну давай, напряги свою интуицию. Давай! Не получается. Значит, слонов ты чувствуешь, а монашек нет? Тоже мне. Чёрт. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я сейчас. Я тебе позвоню. Привет, дядя Уилли. Опять с Дэйвом? Привет. Хватит болтать. Лучше неси мои вещи. Хорошо, сейчас принесу. Прачечная коллекторная компания. Ты что делаешь? Паркуюсь. Кто так паркуется? Где ты учился водить? Отвали. Эй! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Супер-супер! Супер-супер-супер! Ну, давай, пока. Ладно, пока. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь я был уверен. У меня суперспособности. Они появлялись без всякой на то причины. Я хотел поговорить об этом с сержантом, но я не мог и слово вставить. Он все время говорил о Роузе Лабуш. Один раз я играл русского центуриона. Русского центуриона? Да нет, нет, римского центуриона. Понятно. Я должен был броситься в воду, чтобы спасти ее от крокодилов. Правда? Ну, конечно, на мне была защита. И я нырнул, как камень на дно. А что потом? Чуть не утонул. Да, вот было времечко. Ответьте по рации. Зачем? Нас никто не вызывает. Участок вызывает сороковую машину. Участок вызывает сороковую машину. Сороковая, ответьте. Интуиция. Это сороковая. Что там у вас? На углу одиннадцатый, сорок седьмое и четвертое ограбление. Двадцатый этаж, офис Джонсона и Джонсона, напротив здания Дейли Хэролд. Уже едем. Это твоя интуиция уже начинает меня нервировать. Двадцатый этаж, офис Джонсона и Джонсона, напротив здания Дейли Хэролд. Ну, конечно, лифты они вырубили. Придется по лестнице. Идем. Быстрее. Сейчас. Мы почти дошли. Не могу. Идем. Дай руку. Давайте, держитесь. Еще пять этажей. Сержант, они там. Сейчас самое время для моего старого приема. Какого приема? Всегда срабатывает. Мой старый прием. Ты врываешься туда, а я прикрываю тебя отсюда. Хорошо? Значит, я врываюсь? Да, давай. А я тебя отсюда прикрываю. Отличная идея, сержант. Давай. Иди проверь, там никто не идет. Супер-супер! Вот это да! Фантастика! Надо же, у меня даже слезы навернулись. Отличный трюк, правда? Слушайте-ка, надо вызвать скорую помощь. Парень, наверное, сильно покалечился. Не шевелись или кончишь, как твой приятель. Иди посмотри, нет ли там еще копов. Эй, сержант, все кончено? О, боже. Да? Сынок, видно, у тебя ангел-хранитель. Если бы не подъемник... Ты бы разбился в лепешку. Ты чего так долго поднимался? Не будем об этом, сержант. Вы мне все равно не поверите. Держите. Давай отвезем их в участок. Что вы так радуетесь? Здорово, мы поймали этих грабителей. Держись, меня и многого добьешься. Ну, что на этот раз? В этой фуре нелегальное казино. Что? Тормози. Тормози. Так, выходи. Полиция! Откройте! Не с места. Вы арестованы. Я позвонил в участок. Слушай, малыш, в следующий раз, прежде чем что-то сделать, спроси меня, ладно? Нет, вы не поняли. Я посмотрел на фуру и увидел. Молчи, знать не хочу. Я выше тебя позвоню, и с этого момента ты не думаешь, не видишь и не говоришь, пока я не дам разрешения. Ясно. Всем поднять руки. Давай, ну же, здорово! Дэйв, ты даже не смотришь. Знаю, о чем ты думаешь. Хочешь сесть в машину и ловить преступников, да? Нет. Тогда о чем ты задумался? Ну, я бы хотел остаться с тобой наедине прямо сейчас. В этой толпе? Да. Никого нет? Слушай, есть одно дело. Я скоро вернусь. Я скоро вернусь. КОНЕЦ КОНЕЦ Ты арестован, Скордало. Не знаю, как тебе удалось. Мы два года за ним гоняемся. Не знаю. Как ты его увидел среди этой толпы? Сержант. Я хотел побыть наедине с Эвелин. Хотя, я знаю, вы бы не разрешили. Я сделал так, чтобы все исчезли, а мы остались. Эвелин, Скордало и я. Ты сделал, чтобы все исчезли? Думаешь, я тебе поверю? Ну, это правда. Так, знаешь что? Если не перестанешь нести эту чушь, будешь водить мусоровоз. Понятно? Да. Вот и хорошо. Тоже мне. Арестуйте водителя. Погоди, куда ты? Не с места. Эй! Оружие на пол. Стреляй. Господи, убей его! Дорогу так живо вся отсюда. Стой. А ты не двигайся. Стоять. Спокойно. Все кончено. Чёрт! Стоять! Брось пушку! Не с места! Завтра утром первым делом пойдёшь учиться стрелять. Ты в него ни разу не попал. Дай сюда наручники. А ты повернись спиной! Давай, живо! Стой! Бедный сержант, как я мог ему сказать? Супер-супер-супер-супер! Супер-супер-супер! Как вы узнали, что здесь происходит ограбление, офицер Данлоп? Ну, мы с напарником проезжали мимо супермаркета и... Ну, мы сразу... Мы увидели подозреваемого в машине и... Я хотел сказать... Спасибо, сэр. Вам есть что добавить, офицер Спид? Да нет. Сержант Данлоп всё уже сказал. Мне повезло, что он мой напарник. Вы, наверное, гордитесь своими людьми. Ну, знаете, всё это благодаря многолетнему опыту и труду. Я всю свою жизнь прожил в этом городе... Пэрэдайз. Да, босс? Это мой любимый город. Что-то не так с этими копами. А что такое, босс? Ни один коп вас не поймает. Всё легально, вам нечего бояться. Не волнуйтесь. Вы ловите рыбы больше всех в заливе, босс. Да. Позвони Барракуди. Хочу знать, как там дела. Сэнди! Мистер Торпедо, тебя к телефону. Алло, босс? Да, всё по плану. Только что погрузили сто тысяч с Джорджем Вашингтоном. Сержант! Тут пишут, что Ваша Роузи Лабуш возвращается. Вы знали? А как же. Я всё знаю про Роузи. Понятно. Кофе будешь? Да, без сливок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сержант! Что? Получилось? Что получилось? Я только подумал, и стакан ко мне прилетел. Это правда. Так, вот что я тебе скажу. Даже не думай сказать кому-нибудь, что к тебе прилетел стакан. Понял? Что ты видишь сквозь стены и видишь слонов. Сержант, ты меня понял? Моё терпение. Сержант, в этой машине фальшивые деньги. Что? Откуда ты знаешь? Ну, я заглянул в неё. Ладно. Давай посмотрим. Идём. Открой. Давай. Давай быстрее открывай. Ну, хорошо, сейчас. Пожалуйста. Открывай. Что у тебя там? Там рыба. Ладно, закрывай. Давай, поезжай. Хорошо. Торпеда. Фальшивые деньги. Я видел только рыбу. Может, это поддельная рыба? Но даже если так, это не противозаконно. Или нет? Дэйв, помнишь тогда на стадионе? Я подумала, что я сошла с ума, когда все исчезли. Ты не сошла с ума, Эвелин. Всё так и было. Перестань, Дэйв. Эвелин, я должен тебе кое-что сказать. Я... Да. Как же мне это сказать? Я теперь не как все. Я стал другим. Дэйв! Да нет, Эвелин, не в том смысле. Понимаешь, это всё после того взрыва в Криктауне. Со мной что-то случилось. Точно... Есть какая-то часть меня, которую я не контролирую. Это происходит внезапно. Дэйв, дорогой, я не понимаю, о чём ты. Давай обсудим это потом. Я пойду надену купальник, и пойдём искупаемся. Иди. Я не умею плавать. Я ведь вырос в горах, ты забыла? Ладно, ничего страшного. Я тебя научу. Ну, хорошо. Хорошо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Детишки, ничего, я сейчас достану Он идет по воде Дэвид Помогите! Спасите! Держись Идем Дэвид Все, мы уже на берегу Я? Я не умею плавать Дэвид О боже Сделайте ему дыхание в рот Да, точно Сейчас Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да, сержант Что случилось? Как ты узнал, что это я? Нет, нет, я знаю, что ты скажешь Слушай, давай сюда, живо Расскажешь начальнику все, что ты говорил Об этой своей суперсилии Ясно? Понял? Чтобы через пять минут был здесь Пять минут? Он живет на другом конце города Вызывали, сэр? Вы это видели, шеф? Вы видели? Он каждый день со мной такие трюки проделывает Все, с меня довольно Я сыт по горло Сержант Вы сами велели ему прийти через пять минут Хотите сказать, что это был автоответчик? Это был я, сержант Успокойтесь, сержант Тише Знаете, офицер спит Я раньше тоже любил розыгрыши В свое время я и сам был шутником Помню однажды Я тогда только что колледж закончил С ног до головы покрасил себя в зеленый цвет Притворился марсианином Да, это... Но он говорит, что упал с двадцатого этажа И даже не поранился Нет, такое невозможно Думаете, невозможно? Сейчас я вам покажу Я сейчас вернусь Помогите Вызови скорую Есть, сэр Не трогайте его Что случилось? Что? Как видно по снимку Мы его сделали утром, как только его привезли Сломаны все до единой кости Удивительно, что он еще жив Сержант Да, малыш, что такое? Не хочу, чтобы Эмилин видела меня таким Ладно Хорошо Что он сказал? Ничего, ничего Слушай, милая, давай подождем там Мы ничего не можем сделать Нам лучше уйти Мы сделали новые снимки, когда наложили на него гипс Они скоро будут готовы Но боюсь, что даже если кости правильно срастутся Внутренние повреждения слишком сильные И это не внушает оптимизма Прошу прощения Зачем вы это сделали, офицер Спид? Вы что, были так несчастны? Шеф Что? Дверь А что с ней? Это чудо Это чудо Смотрите, мы сделали новые снимки офицера Спида Кости полностью срослись Это чудо Дэйв Дэйв Дэйв, это чудо Врач сказал Дэйв 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 Простите, шеф Шеф Я весь день искал Сильвиуса Он единственный, кто видел два моих падения Я не мог понять, что случилось во второй раз Сюда, сюда Дамы и господа, номер со слоном Один билет Триста, спасибо Триста сорок килограммов веса Сюда, дамы и господа Здравствуйте Большое спасибо Вы всегда здесь работали? Ну, если ты это называешь работой, то да А что? Я ищу старика, его зовут Сильвиус Слышал, он тут пару раз работал А зачем он тебе? Ах да, Сильвиус, я его знаю, он чревовещатель Настоящий талант Знаешь что, он может заставить животных говорить В последнее время ему нелегко Вы это о чем? В этом году я его здесь не видел Его давно не было Он вроде как должен кому-то деньги А вы не знаете, где он живет? Раньше я слышал, что он живет на Риверроуд В старой хижине Вроде как собак продает Спасибо Мистер Может, это и не важно, но Тут недавно трое парней спрашивали про него И что вы им сказали? То же самое, что и тебе Ну что ж, спасибо Да не за что Эй, Сильвиус Есть кто дома? Сильвиус Собачка, хочешь печенье? Держи Сильвиус Есть кто-нибудь? Сильвиус Сильвиус Потерял голос Голливуд Фильмы с говорящими собаками Телекинез Мак Сильвиус Снова это сделал Сильвиус Эй, Сильвиус Ты дома? Обыщите дом А что мы ищем, Парадайз? 30 тысяч, которые мистер Торпедо заплатил за говорящую Чихуахуа Собаки не говорят Босс тоже теперь так считает Поэтому он хочет прикончить Сильвиуса Нашли что-нибудь? Ничего, Парадайз Посмотри в шкафу Привет Привет Там парень, но он не Сильвиус Привет Ты кто такой? Я знаю, кто я Я знаю, кто ты А вы знаете, кто он? Парадайз По-моему, я его видел по телеку Но я точно не помню Может он певец Или евангелист Да мне плевать, кто он такой Что ты здесь делаешь? Слушай, где Сильвиус? Я не знаю, но если бы даже знал Я бы вам не сказал, придурки Что ты сказал? Он сказал, что мы придурки, Парадайз Да Он твой Два удара гитары, потом моя очередь Ну давай Отлично Парадайз, ты лучший Идём Пошли, пошли Он не скоро вернётся Вы уже уходите? А я пришёл дать вам сдачи Парадайз может принести гитару? Не надо Теперь твоя очередь, слот Как скажешь Давай Парадайз может всё-таки принести гитару? Не надо Подожди Давай вместе Дэн Давай Парадайз может быть Так Я тебя Готовите Я тебя Кап Парадайз Готовите Этот Дэн Я тебя Парадайз Ты etus Только Ты Чёрт! Я же говорил, Пэрэдайс, надо было взять гитару Да, отличная идея Держи Иди, найди своего друга Ведите себя хорошо А теперь отличная новость Знаменитая кинозвезда Рози Лабуш приезжает в наш город в 4 часа дня Для тех, кто не видел плакаты, мисс Лабуш каждый вечер будет выступать в торпедо Макамбо Ребята, да, босс Езжайте в аэропорт Надо её встретить Вы уже нашли того старика с собаками? Нет, босс, мы... Найдите его! У нас с ним одно незаконченное дело Вы же знаете, у меня больной желудок Вы что, забыли об этом? Всё, вон отсюда Куда? Через заднюю дверь Простите, босс И как вам удалось выбить на сегодня дежурство в аэропорту? Малыш, я скажу тебе кое-что Есть люди, которые любят всего один раз в жизни И я из этих везунчиков И что это значит? Неважно Скоро узнаешь Что это? Это же головорезы Тони Торпедо Наверное, хотят её забрать Кого? Рози Лабуш идёт Если б я мог хоть раз поговорить с ней И что изменится? Вы же уже держали её один раз на руках Ну, я... Я просто помог ей спуститься со сцены Вот и всё Спасибо А вот и она Да Да Правда она красавица? Если бы я мог поговорить с ней Сержант Сейчас я всё устрою Нет Нет, нет, нет Не лезь в это Не переживайте Никакой суперсилы Просто разберусь с теми, кто её встречает Это его мы встретили у Сильвиуса Да, это он Да, ты прав Чёрт Идём Ваши водительские права Послушайте, офицер Мы очень спешим Мы приехали забрать актрису Документы на машину Дай мне документы В чём дело? Рука А что с вашей рукой? Мы зажали её дверью Ах, да Нужно быть осторожнее Выходите из машины Все Встаньте на обочину Мисс Лабуш, добро пожаловать Вы надолго к нам? Большое спасибо Да, я... Вы к нам надолго, мэм? Да, возможно, я останусь здесь на длительное время Прекрасно Я здесь по делу Протяните руки Поднимите левую ногу Я сказал левую Теперь сделайте ангелов Ангелов? Да, машите крыльями, как они Вот так? Да Быстрее Быстрее И не мечтайте Вы никогда не полетите Руки Поднимите правую ногу Левую Правую Левую Правую Левую Правую Левую Правую Хорошо, продолжайте Спасибо Простите Могу я вам помочь, мисс Лабуш? Вы знаете мое имя, сержант? Вас все знают Может, вы меня не помните, но я работал с вами в кино Я никогда не забуду, как... Сержант Да Вы не окажете мне услугу? Все что угодно, только попросите Через десять минут я должна быть в отеле Я жду очень важного звонка Для меня это большая честь, я вас подвезу Мой багаж Вы женатый, сержант? Я всю жизнь посвятил работе и моей матери Но еще я снимался в художественных фильмах Осторожно, шарф, мэм Вот так Мне там предложили работу Актер из меня был так себе Но мне очень нравилось делать трюки Поэтому я работал каскадером Какое-то время А потом я... Все, достаточно Теперь проверим ваши рефлексы Идите сюда На, держи Так Ты удари его А ты должен успеть увернуться Давай Мне ударить его? Ты должен увернуться Теперь бей ты, а ты уворачивайся Теперь бей ты, а ты уворачивайся Хорошо А теперь давайте все вместе Правый, левый Правый, левый Правый, левый Правый, левый Правый, левый Правый, левый Прый, левый Все Достаточно Хорошо, вы прошли тест Можете сесть в машину Всё, можете ехать Ваши права Я выпишу вам штраф за неосторожное вождение и нанесение вреда частной собственности О чём вы думали, сержант? Почему вы использовали патрульную машину как такси? Срочное дело, шеф, я выполнял свой долг Твой долг — ловить преступников, а не играть в бой скаута Взгляни на этот стол, горы жалоб Ты знаешь, что весь город завален тоннами фальшивой зелени? Что? Смотри Здесь 10 тысяч, это только за последнюю неделю Кто их нашёл? Кто их нашёл? То есть кто их потерял? Они фальшивые, тупица Неудивительно, что люди их брали Даже сержант полиции не видит разницы Кто станет проверять, какой это там доллар? Знаешь, тот, кто это придумал, гений Я хочу, чтобы ты как можно скорее его поймал Поставь это на мамочку в следующем заезде для мисс Лабуш Хорошо, по-моему, я только что видел Сильвиуса Не отходи от него ни на шаг, Парадайз Хорошо, босс Начинаем забег Что это за толстопус тебе машет? Откуда я знаю? Я с такими не общаюсь Вы здесь из-за неё? Ты шутишь? Я взял отгул Я теперь знаток собак Я заработал достаточно денег и плачу налоги, чтобы ты охранял меня Хотя не знаю, почему именно сегодня Лучший друг человека Минутку, сержант Вы уверены? А почему нет? Потому что он победит Этот пёс не выиграет, даже если кролик его потащит Смотрите, он вырывается вперёд Мамочка бежит впереди с большим отрывом Шек обгоняет Давай, Шек Мамочка лидирует Шек продвигается Обгоняет Вы только посмотрите Так держать, Шек Он бежит Продвигается вперёд Он подбегает ко второму номеру Он обгоняет мамочку Шек победил Он победил, победил Пойду заберу выигрыш Шестьдесят к одному Супер-супер Милая, дай мне ванильное Сдачи не надо Спасибо Сильвиус! Я везде тебя искал Нам надо поговорить Прости, у меня нет времени Номер 2-4-6-16 Номер 3-6-7 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эй, ребята Вы случайно не преследуете милого старичка в той машине? Кто, мы? Да, вы Да нет, мы просто решили прокатиться Ну хорошо, ладно Осторожнее за рулём Ваша жизнь в ваших руках Приятного вам дня! Спасибо Сильвиус, мне надо с тобой поговорить У тебя есть время? Конечно, давай, поговорим Что ты знаешь о моей суперсиле? Почему она то приходит, то уходит? Ты что, не знаешь? Нет, зачем бы я стал тебя спрашивать? Понимаешь, в твоём случае какая-то мелочь может лишить тебя суперсилы Это может быть какое-то место, человек или даже цвет Магазин с продажей спиртных напитков на парковке Вы его потеряли? Хотите сказать, маленький старичок сбежал от вас? Но, босс, там был этот коп Он... Какой ещё коп? О чём вы говорите? Он друг... Друга вашего друга То есть, мадам Лабуш Идиот имеет в виду Дэйва Спида Он напарник толстого копа, который безумно влюблён в меня Мне нет дела до любовных историй Мне нужен этот старик Я хочу, чтобы вы его нашли Вам понятно? Почему вы всегда говорите мне такие вещи, когда я ем? Супермен Дэйв! Дэйв! Дэйв, мы пришли Эй, Дэйв! Очень странно Где же он может быть? Всё равно он уже опоздал Ошибаетесь, сержант Это вы опоздали Что? Ты? На потолке Только не говори, что веришь в его суперсилу Слезай оттуда Может, лучше вы ко мне? Тут весело Ты с ума сошёл? Ну, ладно Эвелин, ты принесла то, что я просил? Да А ну, слезай оттуда сейчас же! Могла бы подождать, пока я приготовлюсь Прости, Дэйв Ничего Пожалуйста, убери это Да Готовы, сержант? Смотрите Видите? Так Эвелин Покажи мне это снова Подожди Давай Ладно Спасибо Я наконец узнал, почему я теряю силу Это красный цвет Что? О чём ты говоришь? Когда я вижу красный цвет, я теряю силу Сейчас я всё объясню Плутониевый взрыв образовал слепящий красный свет, от которого у меня появилась суперсила Но этот же красный цвет отнимает её, когда я его вижу Понимаете, сержант? Свет один и тот же, но результат противоположный Вот в чём дело Помните, монахинь? И Когда я выпрыгнул из окна И Стадион? Да И грузовик с рыбой Да, грузовик Да Конечно, я помню Из-за тебя я так опозорился Сержант Внутри грузовик был весь красный Вот почему я больше не видел фальшивые деньги Хочешь сказать, что деньги были внутри рыбы? Ну да Конечно Вы помните, что было написано сбоку на грузовике? Да Рыбная компания «Торпеда» Значит, это он, «Торпеда» Понимаете? Нет, не понимаю Хочешь, чтобы я его арестовал? Знаешь, что скажут судья и присяжные? Если ты встанешь на суде и скажешь «Я понял, что фальшивые деньги внутри рыбы, потому что я вижу машину насквозь» Тебя упекут в психушку Понял? Сержант, я Перестань Нужны доказательства Я знаю, что делать Вы больше не считаете меня сумасшедшим? Ты что, не понимаешь? Мысли человека – это его личное дело, так что не лезь Никогда не видела его таким Просто ты с ним не работала Это не только его вина Ты о чем? Дэйв, тут что-то не так Что ты такое говоришь, Эвелин? Ну, вся эта твоя суперсила Не знаю, смогу ли я к этому привыкнуть Я люблю тебя, но я хочу, чтобы ты стал как прежде Перестань, Эвелин Разве это плохо? Смотри Я могу мыть посуду, стирать белье, заправлять кровать, нарезать овощи, только подумав об этом Представь Ты выйдешь замуж, заходя от чего говорящего домашнего робота Батареек не нужно Какое счастье И внешне, как человек Захочешь поговорить серьезно, я жду тебя у себя Замри Эвелин У меня есть суперсила, и я ничего не могу с этим поделать И знаешь что? Мне это нравится И я думаю, тебе это тоже понравится Слушай, я люблю тебя И мы поженимся, хочешь ты этого или нет Ладно Теперь отомри Тот же вечер я отправился туда, где появились фальшивые деньги Я решил найти доказательства, которые бы указывала на Тони Торпедо Девушки Гоу-Гоу выступают топлис Девушки Гоу-Гоу Одиннадцатый шар Второй шар в угловую лозу Второй шар в боковую лозу Здравствуйте Четырнадцатый в угловую лозу Четырнадцатый в угловую Сэр Сэр Слушай, отвали Что тебе надо? Извините, я ищу владельца этого заведения Ты его нашёл А теперь отвали Я поставил пять баксов на этот шар Ставлю ещё пять, что вы не попадёте Давай десять, и ставка принята Десять? Подожди Ладно, идёт Ну смотри, сосунок Я выиграл? Да Что, смешно, да? Да, нельзя смеяться, когда другому не везёт Я знаю, что вы чувствуете Я могу получить свой выигрыш? Да Ладно, идём Повезло На, держи Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять Десять Итого десять баксов Все твои Спасибо А где туалет? Вон там Ну тут заперто То есть как заперто? Там всегда открыто Сами попробуйте Погоди, я сейчас Ты что? Сейчас поймёшь У тебя большие проблемы Да Десять американских долларов И теперь они в канализации Ты отмываешь фальшивые деньги Я хочу свою долю Ладно Пятьсот в неделю И я от тебя отстану Хорошо Ни больше, ни меньше Ясно Все копы одинаковые Держи И скажи торпеда, что пришло время делиться Макамбо КОНЕЦ КОНЕЦ Ну что, вы готовы выслушать мой план или нет? Конечно Этап первый Убедить всех, что я продажный коп Этап второй Поймать торпедо с поличным Прекрасно Замечательно Я рад, что вам понравился мой план Прелесть Обожаю Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Пригласите ее на танец С ума сошел! Мы на работе! И что? Если шеф спросит, скажете, что допрашивали свидетеля? Танцевать при исполнении нарушения инструкции 42 статья, пункт Б Сержант, вы так преданы работе И потом... Я не умею танцевать Сержант, посмотрите на меня Вы будете танцевать, как Фред Астер Как Фред Астер Я буду танцевать, как Фред Астер А вот тот, кто действительно хочет потанцевать со мной Потанцуем, сержант? С радостью Вы прекрасно танцуете Куда мне до вас? Я знаю, твой босс хочет поговорить со мной И ты проводишь меня в его офис Я пришел сказать, что босс хочет вас видеть Я провожу вас в его офис Погодите, вы что-то сказали? Разве? Идем Слушай, как у тебя всегда получается 12? Никто не может выиграть у людей торпеда Давай, брось еще раз Молодец Тебя не обыграть Это невозможно Серьезно? Да Можно я попробую? Пожалуйста Покажи ему Энни, бэнни, рейки-таки Буль-буль-буль Караки-шмаки Эвс-деус-космодеус Бац! Вот это не побьешь Бери деньги, они твои Спасибо Понимаете, он обладает суперсилой Он может все, что угодно И может управлять людьми Вас послушать, так он какой-то супермен? О, нет, нет О, нет Он такой же человек, как и мы Только каждый раз, когда он видит красный цвет Он теряет свою суперсилу Правда? Так значит, вы Вы Тот самый офицер полиции Дэвид Спид Да Вы наделали много шума в городе Думаю, пришло время Нам с вами побеседовать Суперсилу Ах ты жалкий прохвост Меня не одурачить Я знаю, ты притворяешься продажным копом Чтобы я признался, что заказал старика Сильвиуса Да, я хочу убить никчемного старика Но знаешь, что я не скажу? Нет И не мечтай Я еще не выжил из ума Я ни за что тебе не скажу, где спрятал фальшивые деньги, которые отмывают мои люди Босс И ты никогда не узнаешь, что деньги печатают на моем рыболовном судне Барракуда Которая стоит в заливе А знаешь почему? Почему? Потому что нет ни одного копа умнее меня Тупица А знаешь, как мы перевозим фальшивые деньги? С лодки на сушу Так, сейчас подумаю Вы кладете их в рыбу Зашиваете их в брюхо рыбы, которую поймали, да? Спасибо, мистер Торпеда, это все, что я хотел узнать Слушайте, вон она, Барракуда Вроде там никого Я в этом не уверен Вы можете управлять этой штукой? Я спущусь, посмотрю Я тоже с тобой Нет, не думаю, что это хорошая идея, сержант Почему? Считаешь меня слишком старым? Давай, лети к этой посудине, я тебе покажу Ну, как скажете Ну, я пошел Хорошо Так, если что Позаботься об Эвелин Бывало и хуже, когда я был каскадером КОНЕЦ Я спущусь, посмотрю, что там. Хорошо, сержант. А я ещё раз тут огляжусь. Дэйв, ты меня слышишь? Да, отлично. Что там? Этот торпеда тебя провёл. Тут никого нет. Ни станка, ничего. Ищите, он должен быть там. Ладно. Но говорю же, тут ничего нет. О-о-о-о. О-о-о. О-о-о. Ага. Дэйв! Дэйв! Дэйв, слушай, Дэйв, я нашёл. Я нашёл. Ты меня слышишь? Дэйв, я нашёл. Это мечта фальшивого монетчика. Фальшивые банкноты сушатся, и там полно рыбы. С этими доказательствами мы упечём торпеды за решётку пожизненно. Езжай в город, вызови подкрепление. Я жду тебя здесь, малыш. Хорошо, сержант. Я скоро вернусь. Пока. Быстрее. Идём, идём. Алло, мы решили затопить барракуду. Тут рыскали какие-то копы. Мы оставили его на лодке. Мы уходим. Идём. Идём, идём, у нас мало времени. Так. Всем покинуть лодку. Ох. 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 Эй! Эй! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Офицер спит? Что вы с ним сделали? С кем, шеф? С сержантом Данлопом. Сержант? Он на барракоде? Я же сказал вам по рации. Там Тони Торпедо печатал фальшивые деньги. Спросите у нее, она знает гораздо больше, чем я. Шеф, я рассказала вам все, что я знаю. Вчера вечером в Макамбо я слышала, как этот мужчина вымагал деньги у мистера Торпедо. Он продажный коп. И сержант Данлоп узнал об этом. Вот почему он убил его. Он боялся, что тот всем расскажет. Что за бред? Она врет. Почему бы вам не отправить патруль на барракоду? Сержант там, он нашел улики. Шеф, только что звонили из береговой охраны. По координатам, которые дал офицер Спид, в радиусе 100 километров нет никакого судна. Вы арестованы за убийство первой степени сержанту полиции Уильяма Данлопа. Нет ничего хуже продажного копа Спид. Уведите его в камеру. Вот так, друзья мои, меня приговорили к смертной казни. Во время суда Рози Лабуш сделала все, чтобы лишить меня суперсилы. Куда бы я ни посмотрел, везде было что-то красное. Единственное, что меня до сих пор спасало, это то, что Рози не разрешали присутствовать при исполнении приговора. В этом мне повезло. Скажите, откуда эти цветы? Они от кинозвезды Рози Лабуш. Я прочту карточку. Дэйву. Пусть красный цвет подарит тебе тепло, которое ты заслуживаешь, Рози. Вы, наверное, гордитесь, что Рози Лабуш ваш друг. Можно я оставлю это на память? Конечно, спасибо. Я же имею право на последнее желание? Конечно. Я хочу жвачку. Жвачку? Можете положить мне ее в карман? Я потом ее пожую. Спасибо. Святой Отец, возьмите эти цветы, положите их у алтаря. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Мы нашли судно в 80 километрах от берега. КОНЕЦ Барракуда. КОНЕЦ 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 Просыпайся, старый медведь! Ты уже разморозился! КОНЕЦ 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 Проклятие, это жвачка! Сержант, вы, как всегда, правы. Спокойно, сержант! Опусти нас! Всё под контролем! Помогите! Красота! Мы летим! Послушайте, мне так много вам надо рассказать, когда я оставил вас на барракуде. Роджер! К чему такая спешка? Зачем? Оба копа мертвы. Данлоп, да. А насчёт спида я не уверена. Он рано или поздно объявится. Не хочу с ним столкнуться. Вот оно что. Но куда? Куда мы поедем? Туда, где миллионеры живут счастливо и спокойно. На Кубу! На Кубу? На Кубу? Я даже не знаю их языка. Поэтому мы туда и едем. Мы прерываем нашу программу для специального репортажа о сбежавшем Дэйвис Пиде. Сегодня огромный шар поднялся из моря и улетел в небо. На нём было двое. Мистер Белуччи рыбачил в заливе и всё видел. Это были они? Да! Да! Именно их я и видел. Они... Да, да. Дамы и господа, свидетель указал... Да, на сержанта полиции Данлопа. Мы продолжим наш репортаж, как только появятся новые факты. Теперь вы всё поняли, сержант? Да. А теперь спусти меня вниз! Отпусти меня! Вот она, босс! Что вам от меня нужно? С твоей помощью мы выберемся отсюда, детка. Мы возьмём тебя в заложницу, и он не станет выделывать свои трюки. Самолёт готов? Да, мадам, но пришлось избавиться от пилота. Вам пришлось избавиться от пилота? Да. А кто будет им управлять? Кто? Я. Кто? Кто? Я. Я. Скорее. Идём. Босс. Только через мой труп. Босс. Взгляните туда. Что? Там, посмотрите. Это же просто шар. Идём, у нас мало времени. Смотрите. Роузи и торпеды хотят сбежать. У них Эвелин. Что? Эвелин? Нет, мы должны их остановить. Вам не уйти. Они вас поймают. Заткнись. Вас всех посадят за решётку. Заткнись. Вы оставайтесь здесь, сержант. Я их остановлю. Что? Куда ты? Поймаю самолёт. Что происходит? Спокойно. Всего лишь воздушная яма. Дэйв! Дэйв! Все патрульные машины, все патрульные машины. Это офицер Дэйв Спит, сержант Дан Лабжиф. Я задерживаю банду лабуш. Ждите на авиабазе у берега с минуты на минуту. Встретимся там. Шеф, если операция пройдёт успешно, вы станете губернатором. Конец связи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Я потеряла управление. Субтитры подогнал «Симон» Зачем ты сюда прилетела? Зачем? Ты что, не понимаешь, тупица? Я потеряла управление. Субтитры подогнал «Симон» Так, выходите с самолётом. Выходите. Руки вверх. Ребята, как я рад вас видеть. Как я рад. Что вы делаете? Дэвид. Эвелин. Дэвид. Я так испугалась. Эвелин. Прости, тебе, наверное, было страшно. Как ты это сделал? Это всё моя суперсила. Моя лучшая роль. Какая концовка. Офицер Спид? Поздравляю. Спасибо, шеф. Ты прекрасно поработал. Я с самого начала знал, что ты невиновен. Да, конечно, шеф. Я всегда знал, что Роузи, Лабуш и Торпедо – настоящие преступники. Ты сказал, что сержант Данлоп жив? Но где он? На шаре? Дэйв! Дэйв! Ты не один такой, малыш. Смотри. Это сержант. Я на вершине мира. Не смейте. Дэйв! Я спускаюсь. Лови меня, малыш. Поймай меня. Давай. Нет. Дэйв, осторожно. У тебя на ноге что-то красное. Лови меня. Дэйв! Дядя Уилли! Отдать честь! Мы гордимся офицером Спидом. Он умер, пытаясь спасти жизнь своего товарища. Офицера выше по званию сержанта Вильяма Данлопа. Мы будем вспоминать о них. Простите, простите. С гордостью. Простите, шеф, вам звонят. Сейчас неподходящий момент. Имея уважение. Сэр, прошу вас, ответьте. Звонят издалека, кажется. Ладно. Макенрой, слушаю. Что? Кто? Это что, шутка такая? Да, совершенно верно, шеф. С нами все хорошо. Да, мы живы. Да. Что? Откуда мы звоним? Минутку. Скажите, откуда мы звоним? Ха-ва-я хун-ка-ка. Ха-ва-я хун-ка-ка. Хун-ка-ка. Да. Дэйв, дядя Уилли. Привет, Эвелин, как ты? Он здесь. Сейчас. Это Эвелин. Привет, Эвелин, как дела? У нас все хорошо. Это все моя суперсила. Давай поженимся. Я уверен, ты к этому привыкнешь. Дэвид Спит. Берешь ли ты эту женщину в законные жены, пока смерть не разлучит вас? Да. Эвелин Данлоп, берешь ли ты этого мужчину в законные мужья? Да. Властью, данной мне церковью, объявляю вас мужем и женой. Жених, можете поцеловать невесту. Конец. Фильм озвучен студией СВ Дубль по заказу Иви Ру.